Быть участником муниципального конкурса профессионального мастерства ответственно и волнительно признается Павел Белоусов, учитель физической культуры Щелковской школы номер 10. В этом году ему и еще восьми талантливым педагогам выпала возможность побороться за звание учитель года. Кроме того, Павел Белоусов единственный мужчина на конкурсе среди участников, что, как он сам признается, стало весьма приятным моментом. Это, во-первых, огромная честь, ну и приятно все-таки, да, всегда в женском культуре. Хотя это привычно для нас, для мужчин, в школе быть всегда в женском внимании, так сказать. Уже само участие в конкурсе «Педагог года» – маленькая победа. В первую очередь над самим собой, ведь здесь перед каждым учителем стоит непростая задача. В короткие сроки продемонстрировать все свои умения и мастерство, чего они достигли за годы деятельности в школе. Показали какие-то свои индивидуальные находки. Я вот много лет подряд являюсь заместителем председателя жюри конкурса. И каждый год вы чем-то новым участники всегда поражаете членов жюри. Они уже преодолели первый тур конкурса, провели открытые уроки по своим предметам в незнакомых классах, выполнили задания по внеурочной деятельности. Работу участников оценивала компетентная жюри, в состав которого вошли опытные педагоги, руководство муниципальной сферы образования, победители конкурса прошлых лет. Конкурсанты справились с поставленными задачами, которые для них представляли тоже определенные высокие позиции. Поэтому профессионализм педагогов помог им преодолеть данный этап. Побывала с двух сторон баррикад. Когда-то не так давно, как мне кажется, уже пять лет назад я была участником, дальнейшим победителем нашего муниципального конкурса. В дальнейшем стала участником и лауреатом уже областного конкурса. И вот теперь уже как член жюри. Честно говоря, страшно не только быть участником, но страшно и ставить правильные баллы, оценить. То есть не дай бог, что ты не заметишь, упустишь или не разглядишь звездочку. Перед жюри стояла непростая задача – определить участников финала. И теперь борьбу во втором туре продолжат пять учителей. Каково это? Понимаете, что это финал? Я волнуюсь. Собственно, мы не расслабляемся. Мы продолжаем. Да, коллеги? Сейчас будет еще интереснее, но еще сложнее, скорее всего. Поэтому будем стараться, стремиться к вершинам. Все они стали на один шаг ближе к победе. Конечно, предстоит пройти еще ряд испытаний, показать свой педагогический талант и профессионализм. Во втором туре учителя примут участие в круглом столе, а также в мастер-классе. После жюри подведет итоги и назовет имя учителя года в финале конкурса.